Дорогие коллеги, это была очень важная победа. Мало радости, по-самому, да и было. Ваши, 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 нервы, нервы. Вижу здесь славных представителей золотарийского цеха, как говорится, да? Такое, может, нельзя было не посетить. Да? Ну да, да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что приехали подъезжать. Что, помочим? Помочим, пожалуйста. Так, ну, прежде всего хочу поздравить всех болельщиков. В Курской области поздравить вас с этой победой. Честно говоря, в душе мы понимали, что полуфинал это, как бы, ну, большое событие. Но все равно не хотели, чтобы эта горечь осталась от того, чтобы мы не добрались до финала. И я очень благодарен нашим футболистам, нашим ребятам, которые проявили сегодня мастерство, проявили характер, несмотря на жесткий график игр, на то, что у нас, к сожалению, не получилось проводить ротацию так, как мы хотели, в связи с тем, чтобы мы выпустили витачки, да, на последних минутах. Поэтому, ребята, молодцы. Они действительно победу заслужили. И сегодня, я думаю, что был результат по игре. Вот. Конечно, был сложный поединок. В шине, вы прекрасно знаете, команда непростая, коллектив непростой, возглавляемый опытным тренером. Вот. К сожалению, в первом тайме мы возможности, которые были, не реализовали, но во втором тайме проявили характер и мастерство сумели забить решающий мяч. В первом тайме казалось, что точно удаление будет. Такая жесткая борьба была. Как настраивали команду на такую футболку? Ну, в принципе, у нас, как бы, задача была так, чтобы изначально сыграть, как бы, надежно в обороне и агрессивно сыграть в атаке. Вот. Конечно, если тут едидоборцы, задача у нас одна выиграть едидоборцы. Жесткие они, значит, конечно, жесткие едидоборцы. Потому что без спорта тут количество едидоборцев, количество выигранных едидоборцев, количество выигранных подборов, они очень важные элементы игры. И они определяют очень многое. Чем больше мы человек подбираем, чем больше едидоборцев мы выиграем, мы больше атак начинаем, больше мы владеем мячом. Если же мы это поем, то надо доминировать соперник. Мы это допустить не смогли, не могли, вернее, и ребята сегодня себя хорошо проверили, и в этом отношении тоже. От кого уже смс-то приходится? Ну, я честно говоря, еще сегодня сколько, смотрите, ну, гал идет, такой там, ну, что-то там. Ну, можно изначить, наверное, отверстие всего. Изначить, я весь город уже сказал, и до республики звонила, там действительно тоже радуются. Я очень рад, что нам удалось порадовать не только болельщиков Курского вангарда, но и болельщиков Курской области, да, но и болельщиков Курского вангарда в Каберинополкаре, которых тоже много, которые тоже переживают, и болеют, и поддерживают. Вот, и действительно, они тоже радуются, даже в футболисте других команд. Смс поздравляю. Не хочется, конечно, сравнивать Спартак и Тосно, но для вас более приемлемый какой-то соперник. Я понимаю, что может быть Тосно, но с другой стороны, в Спартак, в Сартакури, ребята, лучше подготовиться, так подготовиться. Ну, что нам все равно говорить не буду, конечно, тот, кто выйдет, я как бы будем играть. Но я думаю, что там, поскольку Тача скажется больше Спартака, я думаю, что выйдет в Спартаке. А не огорчает, кстати, вот эта ситуация, что вангарде, если выиграет Кубок России, в Лигу Европы... Если выиграет он, если выиграет, или попадает. Нет, если выиграет, то, конечно, попадает. Я регламу не смотрю, просто получу. Нет, дело в том, что если проигрывается в финал, то там выходит шестая команда РФБ. Да. Значит, надо выиграть в финал. Да. Ваш коллега Александр Михайлович в свое время, пару лет назад, делал татуировку, например, клещевую. Вы готовы с такого успеха сделать клещу подобное, или в случае победы? Я с большим уважением к Александру Михайловичу отношусь, но у меня как-то чуть другие происходят. А какие? Ну, я не хочу это обрешивать. Конечно, что-то сделаем. В плане благотворительности. А как вы у нас сегодняшние успехи? А? Как отметите сегодняшнюю? Ну, хотелось бы отметить, но, честно говоря, нет. Потому что у нас расстроился матч в Краснодаре, и мы, конечно, расслабляться не можем. С историческим рекордом для Курска. Полуфинал был уже исторический рекорд, а финал – это что-то для нас межгалактическое такое. Ну, очень приятно, что, во-первых, я бы хотел отдельно поздравить и поблагодарить президента Курска. Потому что, конечно, он очень много сил и стараний привлежил к тому, чтобы, кажется, команда дала результат. Я очень рад, что игроки, и мы, как бы, с вами это довели оправдать и продвинулись в кубки так далеко. Но, тем не менее, как бы еще остался чемпионат, и нам нужно свои дела там доводить до конца, как говорится. Поэтому, значит, продолжаем работать на два фронта. То есть, как я и сказал ранее, конечно, полуфинал, как вы правильно заметили, это большое событие. Но, все равно, конечно, подскудно мы не афишировали, но прекрасно понимали, что нам нужен финал. И я рад, что у нас это получилось. Тот план, который мы разработали до, значит, в связи с этой серией, которая... На ноль, кстати. А? На ноль, кстати. Я думаю, что у нас получилось. На ноль, в пятиматчик. Это хорошее достижение, конечно, то, что мы сыграли на ноль – это очень хорошо. Конечно, надо было бы чуть-чуть побольше забитых ключей, но я думаю, что с этим все нормально у нас будет, потому что момента мы создаем достаточно. Как говорится, план был разработан еще до 7-го числа, до 7-го апреля. Мы его выдерживали. И, в принципе, я думаю, что мы правильно рассчитали, чтобы Кубкового матча провести, как говорится. В Волгограде ожидайте 9-го поддержку Курска. Ну, я надеюсь, что народ, конечно, что болельщики приедет. Хотелось бы очень... Поддержка была очень хорошая сегодня. Со стороны болельщиков. Полный стадион – это прекрасное, это воздействие. Мы действительно горячо болели и гнали футболистов, как говорится, вперед. Я хочу поблагодарить от всей команды болельщиков, потому что до игры говорилось много, что нам будет очень важна поддержка. Я рад, что они откликнулись и действительно нас очень хорошо поддерживали. И я думаю, что это тоже победа болельщиков наших. Спасибо. Спасибо.